В эти минуты в центре подготовки космонавтов в Звездном городке начинается конференция летчика-космонавта России Алексея Овчинина и исполнительного директора Государственной корпорации Роскосмос Сергея Крикалёва. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию. Количество запросов от журналистов на организацию интервью с командиром космического корабля «Союз МС-10», совершившем аварийную посадку 11 октября 2018 года в Казахстане, было принято решение о проведении в Центре подготовки космонавтов пресс-конференции. Уверены, что в ходе мероприятия вы получите ответы на все интересующие не только вас, но и широкую общественность вопроса. В нашем зале присутствует герой России, летчик-космонавт Российской Федерации, командир транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10» Алексей Николаевич Овчинин. Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос», герой Советского Союза, герой России, летчик-космонавт СССР Сергей Константинович Крикалёв. Чтобы правильно построить общение с приглашенными гостями пресс-конференции, предлагается следующий формат. Мы сначала предоставим слово присутствующим гостям, а потом будет время для вопросов и ответов. Я думаю, что всех такой формат устраивает. Алексей Николаевич, давайте, наверное, с вас начнем. Добрый день, дорогие друзья. Я думаю, что наше общение с вами сегодня будет интересным. Если у вас будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте. В двух словах я расскажу, что произошло 11 октября этого года с нашим экипажем, экипажем космического корабля «Союз МС-10». После старта, после отделения в первой ступени прошла авария ракетоносителя, которая привела к тому, что сработала система аварийного спасения. Система отработала штатно. На тот момент двигательная установка САС была уже отстрелена. Система аварийного спасения отстрелила головной обтекатель вместе с бытовым отсеком и спускаемым аппаратом, в котором находился экипаж. Далее произошло разделение бытового отсека со спускаемым аппаратом, сход головного обтекателя и баллистический спуск. Спуск по баллистической траектории. То есть все произошло штатно. Согласно циклограмме работы этой системы на данном этапе, весь процесс введения разделен на три этапа. На каждом этапе система аварийного спасения действует по определенному алгоритму. Система сработала штатно. То есть после разделения отсеков выпустился основной парашют и экипаж совершил посадку в 20 километрах от города Джесказган. Самочувствие экипажа после посадки хорошее, жалоб нет. Экипаж готов продолжать дальнейшие космические полеты. В двух словах я вам рассказал то, что с нами произошло. Как это выглядело из кабины. Так, ну давайте я вам немножко тогда расскажу. Я вижу здесь много знакомых лиц, поэтому я так понимаю, некоторые из вас присутствовали и на космодроме, поэтому представляете и своими глазами видели, как все это происходило. Значит, чем произошло и то, что мы видели с земли. Фактически по окончании работы первой ступени идет отделение первой ступени, боковушки, как вот их говорят, да, боковушки отделялись от центрального блока. И в процессе вот этого разделения произошло соприкосновение одной из этих боковушек с центральным блоком, с блоком второй ступени, что привело к нарушению траектории, привело к разрушению фактически элемента второй ступени, и, собственно, дальше сработала автоматическая система. Действительно, очень часто многие ассоциируют работу системы аварийного спасения с работой двигателей системы аварийного спасения. На самом деле, эти двигатели закрывают только один из участков работы системы. Система более сложная, и делается много мероприятий для того, чтобы ракета работала нормально, для того, чтобы в случае каких-то отклонений работали дублирующие системы. Но даже если что-то пошло совсем не так, система аварийного спасения обязана спасти экипаж. В данном случае у нас, как Алексей сказал, произошло это после того, как двигатели системы аварийного спасения уже отработали, и на головном обтекателе тоже есть двигатели. Они менее мощные, но именно эти двигатели обеспечивали разделение. Действительно, головной обтекатель вместе с бытовым отсеком и спускаемым аппаратом отделились от ракеты и безопасно увели корабль от аварийной ракеты. Но вот Алексей сказал, что происходит дальше сход головного обтекателя. На самом деле, мне много лет назад своими глазами пришлось увидеть, как вообще идет это разделение. На самом деле, это выглядит так, что спускаемый аппарат выпадает из головного обтекателя, дальше вводится парашют, и дальше система приземления работает штатно. С точки зрения процесса для космонавтов, скорость была набрана относительно небольшая, то есть вместо 528 секунд работы двигателя, который разгоняет ракету до космической скорости, успела ракета отработать около двух минут, и отделение первой ступени происходит фактически на 120 секунде. Собственно, авария и произошла как раз в этот момент. Поэтому скорость была набрана относительно небольшая, и эту скорость пришлось гасить. Сирова с наземными службами еще, когда он был на парашюте, видимость была хорошая, поэтому азимут от аэродрома Джисказган был получен, когда экипаж еще находился на парашюте. Были подняты авиационные средства, и Росавиация очень четко здесь сработала. Были подняты вертолеты, был поднят самолет, и спасатели оказались около аппарата почти сразу после приземления. Через 20-25 минут. 20-25 минут были уже спасатели. Хотя, как я уже говорил, экипаж наблюдали уже с земли, то есть куда и как он садится, нам было понятно. Было понятен ориентировочный расчет, и визуальный контакт был установлен с аппаратом, когда они еще находились под парашютом. Ну вот, наверное, все, что происходило по той ситуации. Сейчас работает комиссия, и сегодня поехали специалисты в Самару, потому что те остатки ракеты и первой и второй ступени, которые были, и головного обтекателя, они сейчас доставлены на предприятие, и сегодня специалисты осматривают их для получения более точных данных, для того, чтобы уточнить, что же такое произошло, что привело к нештатному касанию первой ступени, касанию второй. Вот то, что сейчас происходит. Наверное, я, может быть, сразу предупрежу вопрос, а что дальше, потому что это естественный вопрос. Я сразу, может быть, отвечу, потому что у всех он рано или поздно будет возникать. Что дальше? Значит, по нашим правилам, дальнейшие полеты ракет данного класса до выяснения причин приостановлены. Следующий запуск, который должен был состояться по пилотируемой программе, это запуск грузового корабля, который планировался на конец октября. И одновременно у нас планировалось еще два запуска беспилотных аппаратов тоже на ракете такого же класса. По результатам работы комиссии будут приняты мероприятия для того, чтобы убедиться, что если была сделана какая-то ошибка или был допущен какой-то брак в работе, то убедиться, что подобного рода ошибок быть не должно. И в части пилотируемой программы планировался у нас запуск, посадка экипажа 10-го, по-моему, 10-го декабря, 11-го декабря, да? 13-го. Ну и след за этим планировался запуск следующего экипажа. Сейчас в связи с тем, что этот экипаж не пришел на станцию, мы будем пытаться сделать так, чтобы у нас была прямая, как мы называем, пересменка, то есть старт следующего экипажа произошел до посадки, для того, чтобы на пересменке экипаж мог поработать вместе, ну и выполнить те задачи, которые нужно делать в совместном экипаже вдвоем. Вот пока те планы, которые есть у нас на этот год, и то, что мы рассматриваем в рамках работы аварийной комиссии. Алексей, наверное, сейчас тоже предвосхищу один вопрос. Вы рассказали несколько технически все, что произошло. Расскажите, какая у вас была обстановка внутри корабля, как действовал ваш напарник, какие ваши были действия после того, как вы приземлились, отличалось ли приземление во время штатного спуска, когда первая ваша была экспедиция, и сейчас есть какие-то различия? Потому что нас сейчас смотрят и в прямом эфире очень много людей, задают параллельно еще вопросы где-то, и я знаю сто процентов, что такие вопросы будут. Мой напарник Ник Хейк действовал грамотно, хладнокровно, когда мы поняли, что дальше мы не полетим, что полет наш, в общем-то, завершен. То есть мы стали работать, дублировать систему, автоматическую систему, систему аварийного спасения. У нас в борт-документации предписано действие, которое экипаж должен выполнять на этом этапе. Вот. Ник, я не видел, чтобы у него было чувство страха, еще что-то. На запросы земли он квалифицированно, грамотно отвечал, давал квитанции. Земля спрашивала там, когда у нас по времени такая-то авария, такая-то этапы. То есть Ник, пока я занимался там своим объемом дел, Ник отвечал на вопросы. То есть видно было, что он тоже владеет ситуацией полностью. У нас с ним диалог был, то есть мы готовились к посадке. Ник очень помог в том плане, что после отстрела лобовой теплозащиты и взведения кресел, допустим, нам нужно было как-то контролировать расстояние до земли, чтобы экипажу подготовиться к посадке. После взведения кресел в иллюминатор смотреть гораздо сложнее. Но Ник, тем не менее, ему это удалось. То есть он каким-то образом поворачивал голову, в иллюминатор видел землю и давал высоту. То есть в этом плане мы понимали, какая у нас была высота. То есть для того, чтобы подготовиться к посадке, не получить травмы. Посадка была, на мой взгляд, несколько жестче, чем после первого полета. Но это опять же зависит от местности, где происходит посадка, от скорости ветра в месте посадки. Но тем не менее, после посадки мы заранее притянулись, выполнили все необходимые действия, что должны были сделать. И, как вы видите, мы без травм, живы-здоровы. То есть все, в общем-то, нормально было. Ну, можно, мне хотелось бы еще тоже, может быть, парочку слов сказать. Все равно такого рода вопросы ожидаемы. Как жизнь показала, система аварийного спасения у нас работала несколько раз на разных этапах. И фактически сейчас на этом этапе мы очередной раз убедились в том, что эта система, несмотря на то, что она много находится в состоянии готовности, работает она у нас, к счастью, не так часто. И первое испытание, реальное, даже не испытание, скажем так, а реальная боевая работа, как мы говорим, системы аварийного спасения у нас была, когда возвращался экипаж Лазарева-Макарова. При завершении работы второй ступени скорость была набрана гораздо выше, и экипаж шел вниз по похожей траектории, только гораздо с большими перегрузками, и сели они дальше, фактически, на границе Советского Союза, тогда и Китая. На том участке уже был отделен не только двигатель системы аварийного спасения, но и головной обтекатель. Корабль отделялся целиком, потом шло разделение отсеков, и под довольно крутой баллистической траекторией экипаж снижался. Все сработало тогда штатно, и этот факт, ну, известен всем космонавтам и тем, кто интересуется историей космонавтики. Следующая ситуация, связанная с работой системы аварийного спасения, у нас была на другом этапе, на другом участке, когда ракета стояла, готовая к старту, и за несколько десятков секунд до контакта подъема на ракете начался пожар, и система аварийного спасения катапультировала экипаж прямо состоящей ракеты. Это был экипаж Титов-Стрекалов, 83-й год, и тогда точно так же, несмотря на то, что, ну, и старт и ракета, ракета сгорела, старт достаточно сильно пострадал, потому что все это происходило прямо на старте, но экипаж благополучно, ракета, системы аварийного спасения, двигатели системы аварийного спасения подняли на необходимую высоту, отделился спускаемый аппарат, и экипаж благополучно приземлился в степи. Ну и сейчас у нас фактически подтвердилась работа системы аварийного спасения на еще одном участке, это участок 1А, как мы называем там по нашему порядку, по нашей логике. То есть двигатели системы аварийного спасения были отделены несколько секунд раньше, и дальше работа системы продолжалась только в составе головного обтекателя и бытового отсека спускаемого аппарата. Что касается подобных ситуаций с самой ракетой, как вы знаете, эта ракета у нас используется не только для вывода и для работы по пилотируемой программы, достаточно много автоматических космических аппаратов выводится с помощью такой же ракеты. Мало того, такая же ракета сейчас летает у нас с космодрома Куру по международной программе. Похожая ситуация была у нас в 1986 году, когда произошла похожая, очень схожая ситуация, связанная с тем, что произошел удар первой ступени по второй, ракета прекратила штатный подъем. Телеметрия, которую получили на земле, оказалась очень схожая. Сейчас, в отличие от телеметрии, у нас были данные еще и специально установленные камеры, которая подтвердила, что произошло соприкосновение одного из блоков с блоком второй ступени. И по результатам работы аварийной комиссии ТОЙ 1986 года было признано, что причиной такого нештатного разделения была нештатная работа одного из концевых выключателей, который не выдал команду, в результате не произошло там открытие сопла, которое уводит боковушку в сторону. И был разработан перечень мер, которые предотвращали подобное повреждение вот этого концевого выключателя, подобную нештатную работу. И с 1986 года до 11 октября у нас подобных ситуаций не было как ни на пилотируемых, ни на беспилотных аппаратах. Поэтому аварийная комиссия сейчас работает, сейчас поймет, в чем дело. Либо это похожий датчик, либо это какая-то проблема в цепи, либо в логике работы системы управления. Анализ, конечно, будет проводиться, естественно, как только будут какие-то данные. И наши партнеры по международной программе, и широкая общественность, конечно, будут знать о причинах и о принимаемых мерах. Видите, все логично и стройно рассказано. Из земли взгляд из корабля. Теперь вы можете задавать свои вопросы. Да, пожалуйста. Микрофон, представляйтесь, и кому адресован вопрос? Георгий Подгольный, Россия 24. Вопрос к Сергею Константиновичу. Учитывая, что сейчас часть ракеты находится на исследовании, в каком они состоянии? Возможно ли будет по ним определить, что же на самом деле произошло? Ну, мы надеемся, что будет возможно определить. Матчасть найдена вся, доставлена на предприятие вся. И вот, как я говорил, вчера и сегодня утром полетели две части комиссии для работы с реальной матчастью, для того, чтобы понять, в чем дело. Я думаю, что по тому, что есть, можно будет получить больше данных. Ну, а уже установление истины – это некий анализ, который будет делаться с учетом тех схем, которые существуют, с учетом той документации, которая есть, с учетом результатов испытаний, которые были получены. Потому что, например, в части срабатывания вот этих вот сопел, которые уводят боковушку в сторону, там в части есть в том числе и пиротехнические средства, то есть сработали они, не сработали. Произошло ожидаемое действие, не произошло. Комиссия будет принимать, собирать все данные, проведя анализ. Я надеюсь, что мы достаточно скоро поймем, в чем дело. Да, следующий вопрос, пожалуйста. Это профессионализм. Годы упорных тренировок. Ну, я на самом деле не припоминаю ничего подобного. То есть, наверное, это была одна из самых серьезных, нештатных ситуаций в моей жизни. До этого, конечно, случались. Случалось всякое разное и во время моей летной работы. Вот, ну, тот опыт, который я приобрел, будучи летчиком, те знания, навыки, которые мы приобрели, находясь здесь, в стенах Центра подготовки космонавтов. Не зря же подготовка космонавтов очень разнообразна. В нее включено очень много различных видов подготовки. Это и летная, и парашютная, и водолазная подготовка, выживание в различных климатогеографических зонах. То есть, все эти виды подготовок, они направлены именно как раз на то, чтобы в сложной ситуации космонавт не замыкался, мог трезво оценивать ситуацию, мог комментировать свои действия, комментировать то, что он делал, то, что будет делать. То есть, все это, я думаю, в сумме и позволило мне не растеряться в данной нештатной ситуации. Пожалуйста, в микрофон. Да, аппаратура находилась с нами, и, скорее всего, она утеряна. Ну, я очень надеюсь, что этот эксперимент будет продолжаться, возможно, спустя какое-то время. То есть, нужно будет сделать новую аппаратуру. Сам по себе эксперимент очень интересный и очень нужный. Я думаю, что он должен быть проведен в космосе. Давайте в следующий раз, потому что я немножко хочу продолжение вот первой части вопроса по подготовке. Наверное, здесь Сергей Константинович был начальником центра подготовки, мы сотрудники центра подготовки. Наверное, тут стоит нам высказать слова благодарности еще тем инструкторам, которые у нас работали и находились в тот момент на связи. Я думаю, Алексей будет уместно сказать и вам, Сергей Константинович, и вам, Алексей. Ну, можно я чуть-чуть скажу, может быть, продолжая ответ на вопрос, который Екатерина задала, что, в общем, тут это многоступенчатый процесс. Алексей сказал, что, конечно, там предыдущий опыт у каждого у нас какие-то есть свои там персональные характеристики, но вообще это многоступенчатый вопрос, начинающийся с отбора. То есть, мы отбираем людей с устойчивой психикой. Мы проводим много этапов подготовки, и иногда кажется, что какие-то этапы, ну, вот к данному прямой ситуации отношения не имеют, но и подготовка экипажа совместная, и подготовка к нештатным ситуациям, и подготовка, я не знаю, даже там, может быть, по робототехнике, подготовка, требующая построения в голове некой такой трехмерной модели, что происходит. Потому что, когда ты начинаешь понимать, что происходит, ты понимаешь, где вот границы этой опасности, ты понимаешь, насколько близко можно подойти, ты делаешь это дело осознанно. Поэтому это часть, конечно, подготовки космонавтов, и часть того, что космонавт, выходя к полету, становится тем профессионалом, который может работать в стрессовой ситуации, который должен дать максимум информации, как испытатель. Потому что я еще раз обращаю внимание на то, что у нас в должности космонавтов, это космонавт-испытатель. Или там некоторый инструктор – космонавт-испытатель. Но действительно, просто, ну, уже обращаясь ко всем, наверное, хотелось бы немножко развить здесь мысль, что мы очень часто привыкли к тому, что у нас идет некая рутина, сели космонавты, нажали кнопку, ключ на старт, космонавты полетели, потом благополучно сели, цветы встречи. И, ну, иногда даже встает вопрос, ну, а что такого происходит, потому что вроде все как обычно. Я хотел бы обратить внимание, вот я вам немножко рассказал про технические особенности, что ракета состоит из многих сложных деталей, километры проводов, сотни, а может быть, тысячи каких-то микропереключателей, блоки логики, которые выдают нужные команды. И, знаете, это вот, ну, просто мне хотелось, чтобы вы, может быть, переосмыслили немножечко сложность вот этой техники. Работа маленького микропереключателя, который сейчас мы пока не знаем причины, да, но вот то, что было в 86-м году, не так сработал концевой выключатель. Маленький, незаметный элемент системы ракеты, который привел к тому, что не была выдана команда, которая привела к тому, что произошло нештатное разделение, и ракета в 86-м году была утеряна. Сейчас что-то произошло тоже, мы не знаем что, но просто хотелось бы сказать, что, говоря про технику, про сложность этой техники, мы привыкли к тому, что она работает нормально, но для того, чтобы она работала нормально, нужно, чтобы каждый микропереключатель, не половина из них, не почти все, а каждый сработали нормально. Если что-то пошло не так, либо во времени выдачи команды, либо в срабатывании или не срабатывании каких-то резервов, это может привозить к тяжелым последствиям. И хотелось бы сказать, что просто обратите внимание на то, что для нас кажется рутиной, на самом деле сейчас становится понятно, что это все не просто так. Не просто так ребята готовятся годами, все мы готовимся годами. Не просто так довольно жесткий отбор идет в отряд космонавтов, не просто так сотни людей, сотни и тысячи человек и часов тратят на то, чтобы подготовить космонавтов к полету. И мне хотелось бы сказать еще добрые слова в адрес наших партнеров. Во-первых, вместе с нами космонавты других стран готовятся к полету на корабле «Союз». Вместе с нами они проходят подготовку. Мы вместе готовимся к работе и на российском, и на американском сегменте международной космической станции. И то, что мы готовимся, я, кстати, хотел бы тоже обратить внимание, что иногда в подготовке космонавтов подготовка к нештатным ситуациям занимает, хотя мы работаем по штатной программе в основном, но подготовка к нештатным ситуациям в разы занимает больше времени из времени подготовки. Подготовка именно к действиям нештатной ситуации. В данном конкретном случае эта подготовка пригодилась. Во многих случаях она не пригождается, но поскольку цена ошибки, цена неправильных действий настолько высока, что все это целесообразно. То есть даже те люди, которые проектировали ракету, проектировали логику запасных систем, подтвердили правильность вот этих всех решений. Та сложная система подготовки, которая многоэшелонированная, готовится экипаж и готовится на разных этапах, это все показало надежность и правильность ранее принятой логики. И мне уже задавали эти вопросы, я просто сразу как бы отвечу, может быть, на незадный еще вопрос здесь. А вот дальше, то, что сейчас происходит, как оно повлияет на будущие программы. Я хочу сказать, что даже в будущих каких-то лунных программах, когда мы будем летать за пределы низкой околоземной орбиты, та логика, по которой строилась система обеспечения безопасности экипажа, когда мы делаем все системы так, чтобы два отказа, один отказ не должен влиять на программу, и два отказа не должны влиять на безопасность экипажа. Эта логика правильная. И, наверное, очередной раз подтвердив работоспособность всех резервных систем, мы будем использовать эту логику для того, чтобы строить наши будущие программы по подобной логике. Ну и, конечно, хотелось бы поблагодарить всех людей, кто принимал участие в нашей подготовке, подготовке нашего экипажа, всех тех, кто строил корабль, ракету, врачам, федеральному медико-биологическому агентству, службам поиска и спасания, которые очень четко, очень быстро сработали. То есть всей той цепочке, может быть, кого-то я не назвал, все те, кто принимали участие в подготовке, в сопровождении нашего полета, все сработали очень четко, грамотно. Большое спасибо и низкий поклон. Ну и я еще, может быть, добавлю в продолжение того, что я говорил, что не только космонавты, астронавты других стран готовятся и тренируются вместе с нами и летают в космос, но как раз на этом пуске присутствовал руководитель НАСА, новый руководитель, который первый раз оказался на Байконуре. И как только стало понятно, что ситуация развивается нештатным образом, те специалисты НАСА, которые были на космодроме, предлагали свою помощь. Мы сейчас уже взаимодействуем с американскими коллегами, они нам уже предоставили всю информацию, которую они прямым или косвенным образом получили на протяжении полета, включая даже фотографии вот их НАСА-вских репортеров, которые снимали, снимали хорошей оптикой, что произошло. Комиссия сейчас анализирует эти снимки, потому что они могут дать какие-то понимания о предвестниках, что происходило. Мы в первый же день получили телеграммы от руководителя Европейского космического агентства с готовностью оказать помощь в работе комиссии и дальнейшего построения программы. Поэтому мне хотелось бы сказать спасибо всем международным партнерам, которые выразили готовность подставить плечо для совместного решения наших проблем. Спасибо большое. Это была пресс-конференция летчика-космонавта России Алексея Овчинина и исполнительного директора Государственной корпорации «Роскосмос» Сергея Крикалева. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова